Всем привет! Вы на канале 18 соток и сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусного соуса сладкий хабанеро чили соус. Для приготовления этого соуса нам понадобится 15 штук любого сорта хабанеро. У меня это хабанеро оранжевый. Его острота 450 тысяч единиц по шкале с ковелом. Этот сорт можно легко вырастить у себя на подоконнике, на балконе или на приусаденном участке. Также нам понадобится 4 зубочка чеснока, полстакана, то есть 125 мл яблочного уксуса, 50 мл мёда, 125 мл воды, чайная ложка соли и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Именно кукурузного, а не картофельного. Кукурузный и картофельный крахмал отличаются по своей вязкости во время приготовления. Поэтому используем кукурузный. Его легко и свободно можно найти в любом супермаркете. Итак, сейчас я приступлю к подготовке перца. Я удалю из него семена и дальше продолжим готовить соус. Вот я подготовила хабанеро, удалила из него семена. И сейчас мы загрузим в блендер перец и чеснок. Чеснок можно не измельчать, так как взбивать блендером мы будем очень тщательно до однородной массы. И взбиваем очень тщательно. Взбили блендером перец и чеснок. Теперь добавим воду. Соль. Вот так пахнет вкусно. Уже пахнет вкусно. И добавляем мед. И теперь хорошенько опять взобьем всю эту массу миксером. Не миксером, блендером. И продолжаем взбивать дальше. Вот мы тщательно взбили в блендере эту смесь. Теперь добавим уксус. И взобьем еще минутку-две. Добавляем яблочный уксус. И опять взбиваем. Взбили вместе с уксусом эту смесь. Вот такая вот получилась. Очень хорошо все перебито. И будем сейчас ставить все это на огонь кипятиться. Всю эту смесь выливаем в кастрюльку. Ставим на огонь. Доводим до кипения быстро. Но потом уменьшаем огонь. И на медленном огне варим 5 минут. Пока закипает наш соус, мы берем 2 столовые ложки крахмала и разводим водой. Потом мы эту смесь, неудобно одну руку будем делать, так. Воды нужно взять столько, чтобы крахмал хорошо в воде разошелся. Все, крахмал размешали, пока он стоит. На что он будет кипеть 5 минут. Пока соус будет кипеть 5 минут, в это время несколько раз нужно его перемешать, чтобы он не пригорел. Прошло 5 минут. Тонкой струйкой в эту смесь вливаем разведенный крахмал. И в это время перемешиваем. Если консистенция соуса будет очень густая, можно добавить еще воды. Для меня этот соус очень густой. Я решила развести его водой. Также вы можете и вы развести до той консистенции соуса, которая вам нравится. Вот такая консистенция соуса мне подходит. Теперь я накрою это крышкой и будем на медленном-медленном огне кипятить еще примерно 15-20 минут. Прошло 20 минут, наш соус уже готов. Вот такой он получился желеобразный благодаря крахмалу. Теперь осталось только подождать, пока он остынет. И разлить по емкости, в которых он будет храниться. Вот и готов наш соус. Он должен быть вот такой желеобразный. Он не должен быть жидким. Он очень вкусный. В меру сладкий, в меру кисленький. С приятным ароматом хабанера. Хранится он может в холодильнике до 3 месяцев. Всем советую попробовать. Это очень вкусно. Заходите на наш канал. Будем дальше знакомить вас с другими соусами, которыми будем готовить. Всем пока!